День, когда вы мужа убили свою Он мне сказал, что у меня старомодное платье, похожее на мешок картофеля Первый момент насильственных действий со стороны мужа, вы помните? Да, сразу после свадьбы он меня ударил Мама что сказала, уходи от него? Бьет, значит любит, сказала Как он вас бил? Кулаком Но вы помните первый день в СИЗО? Мы снидрались ночью, колые А вы не помните, куда вы ножом били его? Сгусток такой Пока мы поговорим с вами, 50 человек умрет, женщина Я говорю, сын, привет, я твоя мама Надеюсь, что они замешательство первое преодолеют А с чем было замешательство связано? Ну, обычно, когда выходишь Я из своей практики говорю, не обообще Обычно, когда выходишь с этим и говоришь о том, что ты сделала Многие испытывают замешательство, я бы так сказала Вы имеете в виду по поводу убийства мужа? А вы когда вышли на свободу? В декабре 2016 года Так, а сколько лет были в местах заключения? Пять лет и два месяца Пять лет и два месяца Без срок отсидели? Нет, по второму слову досрочно вышла Первая пропустила Наша запись уже идет? Да, только уже, мне кажется, нужно ближе Да, голос тихий Никак не могу отрегулировать громкость Вроде бы стендапом занимаюсь Стендапом? Да Это вы когда начали заниматься стендапом? Это был подарок мой себе на 40-летие в прошлом году Я занималась с Бадди И прям вот на свое день рождения, 12 марта Я первый раз выступила на открытом микрофоне И рассказывала о том, что я была в тюрьме И рассказывала за что То есть то, о чем я раньше плакала в кабинете у психотерапевта Я теперь рассказываю со сцены с микрофоном в руках То есть вы можете рассказать об убийстве мужа, но в юмористическом формате Я надеюсь, что это не приносит травмы слушателей или зрителя Тех, кому я рассказываю Но судя по реакции Я достаточно успешно обхожу острые углы, я бы вот так сказала А вы себя со своим психотерапевтом никогда не обсуждали это? Стендап? Да Нет, я уже вышла из терапии на тот момент, когда пришла в стендап Вам легче становится, когда вы об этом рассказываете именно в стендап формате? Ну я вообще считаю, что юмор это хорошая панацея От того, чтобы не впадать в состояние жертвы и боли А это своего рода Да, это хорошая психотерапия И я более уверенно себя чувствую после того, как набрала опыта Вот больше года уже Это такая своего рода психологическая защитная реакция у вас Превратить все в шутку? Нет, не почему в шутку В шутку убийство уже невозможно превратить Мы же можем по-разному, даже в любви можно по-разному признаться Можно человеку сказать, нежно я тебя люблю Можно схватить закадык И вот с очень серьезным лицом и даже в агрессии сказать, я люблю тебя А вот на сжатой челюсть Вроде бы один и тот же посыл Но в разных настроениях, в разных состояниях Мне кажется, рассказ даже про такие какие-то для людей кошмарные вещи Он тоже может быть разным Ну, так как я выжила, я обязана предупредить Сейчас я так думаю Я обязана предупредить тех, кто возможно может повторить мой выбор И предупредить о том, к чему этот выбор может привести Потому что я стараюсь говорить об этом настолько громко, насколько у меня получается Но, например, мой возраст, 40-летний, они уже с этим столкнулись То есть их можно... Это не превентивные уже меры Это будет по факту, к чему приведет их выбор Если они там не начнут отстраивать личные границы Они могут попасть в тюрьму, где этому вынуждены будут научиться И я пытаюсь донести до более молодой целевой аудитории Простите, что я перебиваю Сейчас прям инсайт я такой поймал Потому что, когда мы пытаемся Даже через свои программы Я пытаюсь научить женщин личным границам Допустим, против физического насилия эмоционального Я иногда прибегаю к каким-то аргументам Опираясь на которые, пытаюсь убедить этих людей Потому что тебе нужно научиться работать с границами Но вот то, что вы сказали Если, например, женщина убивает своего мужа Ну, всякое может быть Вы не исключение Да вы же тоже никогда не думали, что вы это сделаете И она оказывается в тюрьме А тюрьма это же не библиотека имени Ленина Там ты будешь вынужден научиться выстраивать границы Потому что есть тюремная иерархия, законы Вот об этом я никогда не думал Ну, я хочу сказать, что в тюрьме поначалу Все повторяют свои социальные роли К которому привыкли На свободе Только в тюрьме там, получается, срывается Вот эта одежда, какие-то социальные обязательства В виде мать-дочь Работа И какие-то там, предположим, домашние животные И люди повторяют ту программу К которой они привыкли А на свободе И сразу по результатам понятно, что это ведет тебя в тупик И вот эта культивация жертвенности Которая считается добродетелем Она на самом деле ставит тебе не просто невыгодное положение Она приносит очень много боли И так как ты в тюрьму попадаешь уже после домашнего насилия То есть получается на одну травму Накладывается следующая травма И если ты из этого не выберешься Ну там разные есть техники Кто-то застывает, например, вот как я Мне понадобилось очень много времени Чтобы выйти из своего укрытия И вообще, в принципе, начать об этом говорить Вы сколько адаптировались вообще в тюрьме? Ну я долго жила надеждой, что меня отпустят Оправдают Ну да, мне казалось, это все очень очевидно И как бы не все так однозначно, как мне казалось И плюс следователь был женщина Была женщина И судья была женщина И мне казалось, что... Они вас поймут Ну да, тем более там и соседи были за меня И я неоднократно пыталась уйти от мужа И у меня были обращения в полицию И на развод Ну вроде бы, как мне казалось, это очевидно Но по факту, вот на своем опыте Я могу сказать, что не стоит надеяться На оправдательный приговор И несмотря на то, что я проходила эту процедуру В 11-м году Сейчас прошло сколько? 13 лет уже получается Судя по тому, как вот я взаимодействую там с женщинами Они рассказывают свою историю Не особо сильная ситуация изменилась Поэтому я обязана сказать, что надо рассчитывать только на себя Ну как бы вот в этом И вот эта стратегия, которая нам прививает Что счастье нужно заслужить Она должна быть выстрадана Ты перетерпишь Все обязательно изменится Он поймет, какая ты хорошая Я не знаю, тебя кто-то спасет Вот эта детская позиция Она может привести к тому, что Ты по треугольнику Карпнуна Из жертвы станешь сама насильником И это, кстати, очень больно Вроде бы как бы ты выжила И у тебя потом будет возможность Общаться с своим ребенком Но по факту нести вот эту социальную нагрузку Что я убийца Ну то есть я-то знаю, как было на самом деле Но вот эта процедура суда Тюремного заключения Вот это повторение фразы О том, что ты осуждена Именно по такой статье Начал срок Они очень сильно Ну не просто давят индивидуальность Они тебя лишают Надежды, так скажем На Ну на что-то вообще в принципе лучшее Или Вот этот стереотип Что ты выйдешь из тюрьмы Жизнь изменится И ты автоматически станешь счастливой Эта концепция тоже не работает Мне понадобилось 6 лет Чтобы вообще в принципе выйти И сказать о том, что вот со мной такое случилось И многие находятся в зоне риска Потому что нам кажется, что самое страшное Это когда нас убьют Или там отрежут руки, предположим Но если тебя убили То твоя игра закончилась И это более легкий путь Ну как бы ужасно это не звучало А если ты стала жертвой То ты можешь получить Общественную поддержку Ты можешь быть принята в обществе И как-то социализирована к нему Для убийцы такого варианта нет Вот Мне бы хотелось, конечно Чтобы наши зрители осознали Все то, что вы говорите Потому что даже за время нашего общения Наверное около 50 женщин На территории подсоветского пространства Будут убиты Руками собственных мужчин Статистика убийств В обратном порядке Когда женщина убивает мужчину Она менее Уступает процентному соотношению Цифрам Со стороны мужчин Но вот то, что вы сейчас сказали По поводу жертвы Путешествия по треугольнику Карпмана Женщина терпит, 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 терпит Где-то переключается в роль спасателя Пытается спасти отношения Потом опять в жертву Опять в спасателя И мне вот хотелось бы Вернуться немножко туда Подальше, назад Самый первый раз Когда вы в общении с мужем Почувствовали себя жертвой Вы помните? С чего вообще ваша история началась? Вы где познакомились с ним? Мы познакомились в клубе И он мне сказал Что у меня старомодное платье Похожее на мешок картофеля Это в первый день знакомств? Да Вам сколько лет тогда было? 22 А ему? 36 36 Он постарше был, да? Я надеялась, что да Это был мой вариант Это два иностранных языка Кучи, прочитанная литература С его стороны Да, несколько браков И я надеялась, что он нагулялся И мы сможем с ним Сделать что-то хорошее Вот я бы так сказала Плюс вот он на тот момент не пил И для меня это был весомый аргумент Потому что мой отец пил И пил маму И дед пил И пил бабушку И мне не хотелось повторения Родительского сценария Я считала, что я особенная И вот мы познакомились И очень быстро поженились Через три месяца А он вас чем Кроме того, что он не пил Знал несколько языков Был образованным Чем он вам еще понравился? Мне понравилось, что он рассказывал Про завоевание Америки И участие Кортеса в этом То есть это как бы такое Я падкая Оказалось То есть это на интеллект мужской Да И мне казалось, что Просто на тот момент Я переехала уже из Саратова в Москву Это в Саратове было? Или в Москве? Нет, мы познакомились в Москве Я на тот момент уже жила Сколько? Три года в Москве Я рано начала работать Я работала на институционной На фондовой бирже Играла на рынке 18 лет получила Аттестат Федеральной комиссии По ценным бумагам И считала себя Очень целестремленной И исключительной И хотела себе Соответствующего партнера И это, кстати, тоже меня привело Туда, где я оказалась Вот это ощущение Что я все могу Что я все могу Я могу добиться Я могу там Я не знаю Учиться и работать Терпеть То есть Вот эти успехи В прошлой жизни Они создали Во мне Вот это Гордыня, наверное Или уверенность В том, что я могу Победить Неподобающее поведение Мужа, так скажем Внешне Вы можете его описать? Каким он был? Всоке Двухметровый Два метра роста Да, с испаньолкой С бородой Он умел танцевать Был незакомплексованный И Ну, не знаю Он писал мне стихи Хоку И как бы Ну, это Прямо Он мог приготовить завтрак И Любил зеленый чай Он не курил А я курила На тот момент Сигареты Ну, как бы Все, что отвечал Так скажем Моим ожиданиям То есть это на тот момент Был идеальный мужчина Да Этим он вас и купил Ну, возможно Да И такая формулировка А через Какой период времени Вы поженились? Через три месяца Через три месяца А жили где? А у него жили сразу То есть как бы Москвич Да У него квартира своя Он вообще завидный жених Юрий, да Очень классный Там у него были дети И мне показалось Что наличие детей А дети взрослые? Ну Взрослые Ну, как Для Тридцати Шестилетнего Ну Дети появились До тридцати Взрослые Ну, сейчас они уже взрослые А сейчас, да Уже взрослые А вы с ними Никогда не виделись После того, как освободились? У нас Мы пару раз виделись Но После того, как я вышла В общественное пространство И стала говорить о том Что произошло Тон отношений поменялся То есть если мы Со старшим От первого брака У него есть двое взрослых детей С первым мы не общались никогда Вот младший проявлял интерес Он такой более Ну, не знаю как-то Наверное, более любопытный И если, например, в начале Нашего общения Он рассказывал о том Что Знаю ли я о том Что Лёша Ну, вот Погибший муж Жёг его маме Машину И некрасиво поступил Там в вопросах Собственности квартиры То после того, как я вышла И дала интервью Он занял позицию Что папа был хороший Я, ну, как бы Это его право И я понимаю, что я отняла у него Возможность наладить отношения С отцом И он вообще рос, в принципе, без отца Потому что он ушёл из семьи Когда он появился У него даже опыта На начальном этапе Вот возможности Сформировать Хотя бы иллюзию Вот того, что он нужен Обоим родителям не было И Это, ну, с этим очень сложно В принципе, это принятие Вот это Чувство вины Которое Очень долго было Для меня неподъёмным И мне казалось Что я никогда Ну, не смогу себя простить А чувство вины за то Что вы лишили детей отца? Ну, понимаете Как если бы у меня Если бы я вот так вот Сделала бы там Да И решила, что всё Я больше не могу И это нужно закончить Таким образом То у меня хотя бы Была бы такая уверенность Что я права В том, что я сделала Потому что у меня Вот есть такие-то Веские аргументы Но я даже за этим Не могу на данный момент Спрятаться Потому что То, что я сделала Оно Оно вообще никак На это не указывало Это было какое-то Ну, как я теперь говорю В каждом живёт зверь И оно Не очень Приятно Встретиться Своей тёмной стороной Вот в таком Неподготовленном формате То есть Если бы это было Где-то На проработке Или меня бы там Озарило Что Меня посещают мысли Что я больше не могу И я хочу Убить мужа То есть Вот мне женщины Некоторые пишут Что им такие мысли Приходят в голову Они их пугаются И уходят То у меня даже Таких стоп-сигналов Не было То есть Я Вегетарианка Занималась йогой Готова была Подставить вторую щёку После удара По первой То есть И даже в тот момент Когда я мужа вызывала врачей Чтобы они вывели его Из запоя То есть У меня даже мысли Ни разу не было Что не вызвать Например Ему врача И я в полной Уверенности Что Я выберусь оттуда То есть У меня не получилось Просто с первого раза уйти И с второго И с третьего Не получилось И я сменила тактику И подумала Что я могу Это всё вытерпеть Выдержать И А получилось Вот первый Первый момент Насильственных действий Со стороны мужа Вы помните Да Сразу после свадьбы Он меня ударил За то Что я пригласила Бывших служивцев На свадьбу Хотя это было согласовано Сразу после свадьбы В этот же день Ну там буквально вот Ну нет Например там Дня через два Когда мама уехала То есть С бабушкой Они все были на свадьбе И муж вспомнил о том Что я приглашала Бывших служивцев С которым мы вместе Работали в Саратове Они тоже Перебрались в Москву Устроились на хорошую работу И я просто Их чисто по-дружески Позвала к себе На свадьбу Мужчины были? Да Ну я просто Ну я просто Ну я просто У тебя что-то было с ними? Ну это Нелогично Когда ты до свадьбы Говоришь о том Что я приглашу Бывшихся служивцев Получаешь согласие Проходит свадьба Они не приходят А вы здесь ещё Согласовали Конечно И потом буквально После того Как уехала мама С бабушкой И не нужно было уже Представлять из себя Хорошего Такого Который интересуется Театром Он меня ударил Но это А при бабушке С мамой он был хороший Хороший Да Вообще в принципе И вообще при других людях Он как-то был А вы знаете Это так неожиданно Вообще Вот у него были Очень хорошие отношения С супругой С первой С официальной тоже Ольгой И вот на тот момент Когда я там Пряталась в Питере Или в Псков уезжала Пряталась Он ей звонил По телефону При мне Даже когда я вернулась И рассказывала О том Как сильно Он меня любит Это казалось удивительным Что бывший муж Звонит Например Предположим Мне И рассказывает О том Как он любит Свою нынешнюю жену При этом Они находились В напряженных отношениях По поводу Квартиры Которая была куплена В совместную стоимость В момент заключения брака И как потом выяснилось Он вообще поделал Расписку о том Что ей выплатил деньги И после его смерти Она вот доказала Нашла свидетеля Который поменял показания Что это было не ее Ну то есть как бы Вот находясь с мужем В таких отношениях Где он тебя обманул И не выплатил деньги За долю Навряд ли я бы Кого-то слушала О том Что он любит Нынешнюю жену Я не знаю Очень много Несостыковок А вот когда Первый раз он ударил После свадьбы Это как происходило Пощечину дал Кулаком Да, пощечину Нет В флайтовом варианте было Поэтому, наверное Никаких выводов Для вас это шок был Для меня это было Такое жесткое возвращение В детство Как будто я Из позиции взрослого Такого человека Который сам решает И делает выбор Он вдруг резко Превратился В такого маленького человека Которого с голой попой Несут в ванную Независимо от его желаний Вот это резко Переход в другую Ипостась, так скажем Она очень сильно Меня шокировала И я Была полна решимости Закончить отношения Ушла И как бы вот Почти сутки смогла Держать оборону Что ли Не поддавалась На уговоры А вы куда ушли? К себе в квартиру Здесь в Москве? Да У вас уже была тоже квартира? Ну я приехала в Москву Уже, да В свою квартиру Так, и сколько Вы сопротивлялись Возвращаться обратно? Ну меньше суток У меня на это ушло А что, как он вернул обратно? Что он говорил? Он стучал под дверью Орал Там пятиэтажка была Я боялась Что соседи скажут Ну то есть вот я в таких В такой реальности жила То есть что скажет мама? Что скажут соседи? Как я буду выглядеть В глазах других людей? Чтобы погасить реакцию с отцом Вы решили лучше вернуться Спокоиться и все Ну да Тем более Со стороны прозвучало Что бьет значит любит И Конечно Я не могу сказать Что вот мама так сказала Я ее послушала Она виновата А вы маме пожаловались? Да Мама что сказала? Уходи от него Бьет значит любит Сказала Серьезно? Да Ну вы тоже поймите Смотрите Поколение моей мамы Она родилась там в 60-м году И для нее Эта фраза Вот мы виним старшее поколение Что они нам передали Такие установки Но на самом деле Это же От безысходности На тот момент Когда Это было Нормой Существования И многим приходилось С этим смириться Ради того Чтобы выжить Это Упаковывалось В красивую обертку Чтобы с этим Было легче смириться Это оттуда идут корни А не потому что Они правда думают Что Насилие Равнозначно любви Это такой Защитный рефлекс Я бы так сказала Мама просто хотела Хорошего Потому что Она сама Я вот Она воспитывала Одна Двоих детей Это было сложно В 90-м году И естественно У вас есть сестра Еще или брат Младшая Да Сестра есть На 7 лет Младшая И это Это тяжело Труд Так было Вот Как бы Я сказала маме О том что Случилось Мама сказала Что Вот эту формулировку Мне показалось Что она ошибается И я сама Все знаю Но вот И он был Так искренен А не было ощущения Что мама Предала вас В этот момент Нет Тем что Она его поддержала А не вас Нет У меня Очень Такая устойчивая Связь с матерью То есть Несмотря на то Что она Иногда Может налажать И сказать Что-то не то Ей Ну как бы Это не является Чем-то таким Критическим Чтобы занять Такую позицию Что она Меня не поддерживает А после того Как вы помирились Какой период Времени Алексей Еще Сохранял Более или менее Адекватное Отношение К вам До следующего Акта насилия Физического 4 года То есть 4 года Он вас Больше не трогал Физически Нет То есть У него Были сложности Потом С детьми Они Не хотели С ним Общаться И Там была Привлечена Опека Где они Рассказывали В опеке Что он Плохой отец И он С женой Проходил Процедуру Когда Определяет Место жительства Ребенка И Все это Было Через суд Плюс У него Между браком Официальным И мной Была гражданская Супруга И у них Был ребенок Общая девочка И они Расстались Незадолго До моего Появления Она была Беременной Потом Как выяснилось Это Как бы Догадки Я не могу Утверждать Но отказ От сдачи Генетического Материала Для подтверждения Отсотства Позволь ему Утверждать Что это Ребенок Не его И в совокупности Вот с 2008 года Как у меня Я родила То есть Мне казалось Что Если я У вас еще общий ребенок Есть Да Сын у меня есть Ему Вот летом Будет 16 лет Как зовут Артем 16 лет Наверное Уже За девчонками Бегает У него Есть Дружеские Отношения Но он Придерживается Такой Позиции Что Раньше Определенной Возрастной Черты Он не будет Вступать В близкие Отношения Дабы Не травмировать Психик Но он Такой Вот Это Очень разумно Да Мы с ним Разных взглядов Он Обожает мясо Я вегетарианка Он не любит Феминисток И доказывает Мне Всячески Что они Не правы Но Он не знает О том Что случилось Я не говорю Ему об этом То есть Официальная версия Что я работала И у него была Вторая мама Моя сестра То есть Сын не знает Что вы были в тюрьме Нет И что я убила Его отца Не знает А если он Когда-нибудь Задаст такой вопрос Я планирую В 18 лет Об этом сказать Чтобы у него Была Свобода выбора Уйти или остаться Но он интересуется Где папа Я говорила Что он умер А у него были Проблемы сердца А вы же ходили На интервью Разные Если он увидит У него нет Социальных сетей Он сам не хочет Или вы не разрешаете Но мы Ну у нас Понимаете Я за счет того И тут же он может посмотреть Может Но мы Не в подписках И надеюсь Что в рекомендованных У него Судя по тому На что он просматривает Представьте Если он зайдет Вот случайно Вот когда это случится Я об этом подумаю Я не буду пока Прогнозировать Того Что оно Как бы Вне зоны Так скажем Но Если оно случится Вы почувствуете Что вы не справляете Я просто Как прогноз Не прогноз Даже Как прививка Если вдруг Каким-то образом Он увидит Это интервью И спросит У вас Это правда И вы захотите С ним Проговорить Этот момент И у вас Не получится Вы всегда можете На меня рассчитывать Если нужно Меня подключить И всех психологов Которые у нас есть Значит приедем На автобусе Благодарю вас Ну просто Я представляю Ставлю себя На место Мальчишки Да вот Как бы Он живет С абсолютно Такой картинкой Мира Возможно Даже папа героя Мы все рисуем Себе Даже когда Есть живой отец Видя его недостатки Мы придумываем На улице Самые героические Образы отца Потому что Никто из детей Никогда не скажет Когда мы хвастаемся А мой папа Самый сильный Мы ни разу Не слышали Чтобы кто-то сказал А мой папа Самый конченый Но все стараются Даже конченому папе Придать образ героя И поэтому Возможно Он там Мы папа улетел в космос Он космонавт А папа уже умер Например Я за это переживаю Только чтобы это не было Для него ударом Неожиданным Я тоже за него переживаю Вот Ну судя по тому Как вы Как вы его описали Мне кажется Он достаточно Стабильный мальчик У него расстройство Отеческого спектра И ему поставили Вот как раз Накануне того Что случилось У него была РДА Ранний детский аутизм Диагностирован И сейчас он Вот С диагнозом С розовой справкой А Когда Артем родился Как бывший муж Отреагировал На появление сына Он желанный ребенок Было вообще Для мужа Да Он очень его хотел Потому что Накануне Он очень Много Стал выпивать И это Перестало Контролировать С его стороны Вообще В принципе Он ссылался На то Что Я не понимаю Его сложности Потому что Я сама не мать А он очень Скучает по своим детям С которым Ему запрещают Общаться Бывшие жены И Он из-за этого Пить начал Я Мне Просто Я несколько раз Пыталась Объяснить его поведение Исходя от того Что я предполагаю Себе объяснить Ну и вообще В принципе Да Но я не уверена Что Я Близка К истине То есть И Исходя из того Что я слышала То есть Вот он Ночами требовал Внимания Как бы Чтобы я слушала Какая у него была Мама плохая Как Он собирал бутылки В детстве Что его никто не любил Что его отец бросил Что дети с ним не общаются Что они написали Такое в опеке Что Это Светлана Вот с которой он До меня жил Ему изменяло Постоянно Родила непонятно От кого И хотела ему Подсунуть ребенка Что она за дочерью Не ухаживает И все это Вот таким комком Стереотипным Там например С ночи И до утра То есть У него сбился режим Он Ну как бы Перестал интересоваться Работой У него Из-за его Характера И последующих Вот таких Резких Перепадов Настроения У него Обострились Конфликты На работе То есть Это вот Все такое Плюс потом Был 2008 год Все рухнуло Ну как бы В одночасье Там что-то Обесценилось В очередной раз И все это Естественно Я не оправдываю Ну то есть Я не хотела бы Чтобы это выглядело Именно как оправдание Я просто Перечисляю ряд Факторов Которые могли На него появлять А то и все время Его как будто Выгораживая Но У него были Наивидимы На это причины Он не справлялся Я ему посоветовала Обратиться К психологу Как он отреагировал На это предложение Сказал что Ходить И рассказывать Непонятно Кому о своих проблемах Он не будет И вообще Почему я ему Такое желаю Если есть я Который Его всегда Выслушает Поймет И если Поначалу Мне казалось Что Я могу Я справлюсь То потом Когда появился Ребенок Я не вывозила Уже нагрузку То есть Это Хронический Недосып Это маленький Ребенок И потом Я еще и На работу Вышла Ну как бы Это вообще Плюс я готовила Потому что Мне казалось Что настоящая Женщина Там жена Должна готовить И все это Вместе Я Ну Ни физически Ни эмоционально Уже не выводила И на этой почве Стали возникать Претензии Почему я похудела После родов Почему я так хорошо Выгляжу Почему я не провожу С ним ночи Почему я его не слушаю Почему я невнимательная Почему я эгоистична И вообще Маша с нижнего этажа Ребенка оставляет В кроватке И когда он плачет Она не бежит К нему И мне нужно Так же себя вести Больше внимания Уделять ему И из этого Стали рождаться Претензии Крики Махание руками После рождения Ребенка Он опять начал Бить вас Ну Бить сразу Нет Он первый раз Вот ударил Сильно Избил В десятом году Когда уже сына Было два годика То есть он поначалу Уходил в клубы Я возила туда Деньги В сауну Выдавала деньги Чтобы он Откупился от гаишников Которые поймали его Пьяными Там на дороге За рулем Он пропадал Куда-то Снимал квартиру Рядом Кто там жил Было Ну непонятно И все это Вот Если раньше Меня это Беспокоило И я Была С этим Не согласна То потом В дальнейшем Для меня Это было Отдушено Когда он Уходил из дома И я Не вздрагивала Например от того Что он ночью Слушает музыку громко Или там Хлопает дверьми Или вынуждает Меня выйти Из детской Ну там Что-нибудь Роняет у него Бьется Вот такое вот То есть Если он вообще Игнорировал То что есть ребенок Маленький Ему отдыхать Нужно жил Своей жизнью Ну да Просто по всем Все что вы перечисляли Это признаки Поведения психопата Которого нет Ни сочувствия Ни сострадания Ему вообще Ничего не интересует Устали вы Не устали Я хочу И все Ты должна Ты обязан У него Иногда были просветы Он даже ходил Пару раз На детскую площадку Ну а как А еще Какие-то моменты Приятные Вы помните Ну да Он Он иногда Не пил Ну он Возвращался Но в такой Как бы Он После очередного Запоя То есть Я вызвала врачей Он говорил Что все будет хорошо Вот этот Букетный период Когда он там Цветок в горшочке Там мог Ну какие-то такие Вот вещи То есть Они приятные Он проводил время С сыном Рисовал с ним На ватмане Ну как бы Вот такое Просто хорошее Но Это я не знаю Особенность психики Или это какой-то Защитный организм Оно Плохое Очень быстро Забывается И вот в тот момент Когда тебе больно И ты Стоишь в отделении полиции Но на тот момент Милиция Протягиваешь этот Листочек Чтобы у тебя Взяли заявление Ты чувствуешь себя Униженной Но потом Когда вот он говорит Что я покончу жизнь С самоубийством Оно как-то забывается Вот это Излишний оптимизм Вот в два года Когда уже Артем был у нас Вы говорите Он побил вас сильно Да А какая причина была А я хотела встречаться Вот с кем мы работали Опоздала Пришла Извинилась Говорю Все в порядке Он говорит Да Все в порядке А потом прошло какое-то время Он дошел до определенной Кондиции Состояния Наверное Алкоголя в крови И это уже была ночь Ребенок спал И он вломился в детскую И прямо около детской кроватки Стал бить меня Да Я стояла молчала Чтобы ребенка не разбудить Страшно было Ну бить как он вас бил Кулаком Ну как будто я боксерская груша Он отрабатывает А куда бил По рукам Нет По рукам По каким частям Ну вот так вот У меня все было отбито Все синее было И я потом ходила в кофте С длинным рукавом А на улице было 35 градусов тепла И в этот раз Вы написали в полицию Вот это был единственный раз Да Когда я обратилась в трампун Ну там надо было Раздеваться Перед мужчиной И потом надо было Идти в полицию И потом я подала на развод И уехала в Питер Да Как бы А потом я оказалась В федеральном розыске Очень быстро Каким образом А я не знаю Каким образом Вы взяли ребенка После избиения Уехали в Питер Ну я позвонила сестре Да Потому что я не могла Управлять машиной На тот момент И вообще Вот даже Обычно я ребенка Всегда носила На себе На руках А это я смогла Собрать только чемоданчик Маленький С документами Ну там с одеждой Сыном И попросила сестру Да приехать Потому что Руки даже было Сложно поднять Ну то есть Даже за руль машины Ну можно было сесть Но ты сидишь И плачешь И я попросила сестру Она приехала Мы поехали в Саратов У мамы было День рождения Туда сразу же Приехал муж С подсолнухами Который выдрал По дороге Вдоль трассы И стал извиняться Я предложила Разговор оставить На потом Утром быстро Собралась И уехала в Питер А сына оставила маме И вот сняла квартиру Рядом с садиком Стала искать работу А потом выяснилось Что я в федеральном розыске Это муж организовал Да Так А потом Как он вас вернул обратно? Написал заявление Сказал Что покончить с собой А как он сообщил об этом? А так получилось Что я узнала Что я в федеральном розыске Мне следователь сказал Что надо Тому Кто подал Меня в федеральный розыск Мне самой Явиться в отделении И тому Кто подал Нужно сообщить Своё местонахождение На том Что он На основании муж Я попросила Ну Как бы Я прилагала Развестись И говорила Что Ну это бессмысленно И всё такое Он Напомнил мне Что я сама росла Без отца И неужели я хочу Такой же участи Как себе Ну своему сыну И вообще Он написал завещание И он покончить с собой А вы видели это завещание? Да Мне потом его следователь Показывал Что там написано было? А я не знаю Не читала его ни разу Я знаю Что он написал Когда он мне об этом говорил В Питере И потом уже Когда следователь Пытался обвинить меня В 105-й Часть 2 Это когда убийство С умыслом Но у нас был с мужем Просто брачный договор И смысла в этом завещании Не было А кто был Инициатором Брачного договора? Наверное По поедному согласию Это было Потому что мы Изначально хотели Прописать Имущественный договор Ну когда-то Это его А это моё И в изначальном Брачном договоре Было Что тот Кто изменит Выплачивает другому 100 тысяч долларов И с ним остается Ребёнок А нам Нотариус Это не заверил Не завизировал Потому что Нельзя определять Судьбу Ребёнка Ну как бы Таким образом И Это было Прямо После свадьбы Сразу И вот Наверное В году Десятого Может быть Девятого Я не помню Точно Мы вот Подписали с ним Брачный договор Но я не помню По поводу Измены Что там было Просто на тот момент Это не стояло На первом месте Моих интересов Так скажем Так Ну в общем После этой ситуации Когда он написал Завещание Вы возвращаетесь Обратно С ребёнком Опять живёте вместе Да Опять Обстановка наладилась Всё хорошо Да всё было отлично Мы поехали в Италию На машине Как долго Ну вот Вернулась я Предположим В августе Мы поехали На машине В Италию Маршрут Я согласовала Это важно Потому что На его день рождения 14 октября Мы оказались В маленьком городке В Италии Где все бары Закрываются В десять вечер В каком городке Я не помню Это где-то Где-то на подошве Вот этого Каблучка Что-то такое Ну значит Красивое И А какой маршрут Составили новый По каким городам Поехали На машине Через Сылью Ездили И с Сыльей Через Паромную переправу На На Сочи К сожалению Вот я не помню Уже Там Флоренция Не были во флоренции Плана Да Но это было В другой раз И Бары закрылись Все десять Он стал Он стал меня Обвинять В том Что я это Специально Подстроила Как месть За его поведение И он не может Никуда сходить Отметить А что отметить Хотел День рождения И он ушел В ночь Ну то есть Как бы Я осталась Сыном В Италии Да И вернулся Только под утром Ну как бы Его нет Номер Надо освобождать Я собрала вещи И ну как бы Такая сумка Осталась И вот она Туалетными Принадлежностями И тут открывается Дверь У меня вот так Ребенок На левой руке И он мне С порога Бьет в нос Пьяный Да И в этот момент Ребенок У меня соскальзывает С рук Бежит на кровать И накрывается простым А Он уже Артем Походить мог Да Ему было Два годика Да Я такая смотрю И мне казалось Что я вот Делаю это ради сына Он испугался Он испугался И мне стало так Стыдно Я такую вину Почувствовала Перед ребенком Что Ну не уберегла Его от этого И тем более В этот же момент Ты начинаешь дорисовывать И вдруг там Буквально пару сантиметров А тут голова Маленького ребенка Ну я взяла себя в руки Всегда гордилась На лицо Он разбил нос Он кровь Ну то есть да Он ударил меня в лицо Стал говорить Какая я плохая Что я его сюда привезла И я специально придумала Ну то есть как бы Даже вот в такой ситуации Критическое мышление Ну я понимаю Что ему Не важно В чем меня обвинить Как бы Сам факт того Чтобы Обосновать Свою агрессию Для этого Любой предлог Подходит И я взяла себя в руки Усадила его машину Пристегнула ребенка На детское сидение Включила мыльский Погромче Потому что он всю дорогу орал И привезла Вот в маленький городок На Каблучке Италия По маршруту Опять по тому же Но более большой Оплатила ему гостиницу Оставила сумку Взяла ребенка И уехала Я за трое суток С Каблучка Доехала до севера Польши Села на паром Доехала до Финляндии Перескочила границу Потому что боялась Что я опять буду В федеральном розыске И через Питер Уехала в Псков Постал машину Практически Я не пользовалась А он уже сам там Добрался Ну он потом добрался Да Он потом в дальнейшем Обвинял меня в том Что я ему Не то мало денег оставила Не то карточку Он потерял В этом тоже Я была виновата Что он банджевал Дозвонился до консула Что он летел вонючий Ну как бы Такие вот вещи В которых я Объективно Не виновата И я пряталась в Пскове С октября По январь Снимала домик Практически Не пользовалась машиной Потому что боялась Попасть в поле зрения Гаишников Но больше в розыск Не подавала Объявил А у меня податчик Он в машине нашел У меня оказалось Датчик стоял в машине Я не знаю В 10-м году Что это за программы Были на стационарном компьютере Которые позволяли Отфиг Ну там же вы Как они назывались Цезарь, аллигатор Не знаю Не знаю Выхожу к окошку А там такой маленький Домик был И смотрю Муж стоит У него в одной руке Цветы А в другой Вот эти саночки Зимние Для сына Вот тогда Стало страшно Страшно А что вы почувствовали? Беспомощность Какой-то Как бы Мне обугало Загнать Не для того Чтобы он вас нашел Так часто бывает Знаете Женщина уходит от мужа Но делает все возможное Чтобы он знал Где она Я телефон поменял Мама попросила Ну не говорить И не поддаваться На уговоры Потому что он приезжал Там с цветами Плакал Брал измором И не общался Ни с кем В соцсети не уходил А в этот раз Он вас тоже уговорил вернуться? В тот раз Такой был Комбо-метод Когда хорошее поведение Плюс он ездил Каждые выходные В Псков Говорил Что ему важен ребенок Что он все понял Что это была Вот такая эмоциональная нагруза Которая он не справился А сейчас И он действительно Ну как бы Всем своим видом Показывал И поведением Я была рада тому Что ну как бы Мне казалось Что вот этот сложный момент И я вроде бы Как себя принесла В жертву И оно вроде бы Как вот Привело меня К долгожданному счастью То есть вы Надеялись на то Что Претерпевая вот такие Трудности и испытания Когда-нибудь Это человек остановится Ну мне казалось Что да Дальше Хуже 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 Я понимаю Ты меня бьешь Хорошо Там есть Ну как бы Просто я и в детстве От мамы получала И это всегда Обоснованно было Там Не золотая медведь Медаль Там плохое поведение Но что-то такое То есть для меня В принципе Вот эта программа Получить за что-то Я хоть и противостояла Ей Но в принципе Это вот Ну привычное Мне так скажем И оно Не вызывает Таких вот Острых вопросов Которые бы Позволили мне Ставить их под сомнение Закономерность Но в тот момент Когда у меня на руках Был сын И мог пострадать Сын То есть это вот Что-то такое Что хуже Быть не может И вот вы вернулись Обратно Опять живете Вместе Я приехала На машине Сколько времени До очередного Насилия Два дня Два дня Да Я опять собралась Уехала к маме В Саратов То есть я приехала Он побил вас опять Да Он сказал Что я специально Так долго жила В Пскове И не соглашался Возвращаться обратно Потому что у меня Там был любовник И не один Скорее всего Вы опять уезжаете Я опять уехала К маме Да Рассказала маме О том Что происходит В красках И Он прям следом За мной приехал Снял квартиру В соседнем доме И вот Брал меня Из мором Я ходила Он стоял Около подъезда Говорил Что на нем Тоненькие ботиночки Не по погоде И почему я такая жестокая Что заставляю его В луже стоять На этой дурацкой Детской площадке И И вообще Я могу уходить Ребенка оставить А если меня Такой вариант Не устраивает То он заберет И он опять Вас уговорил Вернуть Вы знаете Сам факт того Что существовала Вероятность Что мне могут Подбросить что-то Чтобы забрать Ребенка Он способен был На такое Да А у вас не было Желания Пообщаться С его бывшими Женами В такие моменты Ну как-то Спросить Были ли у них Похожие ситуации Может кого-то там Бил Тем более Вы говорите Что он машину Сжег Так это я узнала Уже потом После его смерти Ну то есть Да Нет Почему мы общались Мы встречались На дне рождения Вот младшей дочери И если поначалу Когда мы начали Жить вместе Вот его гражданская Жена звонила По телефону И говорила Неужели мое счастье В кастрюльках И неужели я согласна Буду сидеть дома И готовить Потому что у нее Другой был образ жизни То есть она училась На вечернем Ну как бы Отсутствовал дома Не готовила Такие были претензии А мне казалось Что вот Ну как бы Меня мама Вот к этому готовила Вот Да у меня Как бы Вот образование Я много чего Сама добилась Но бессемьение Неполноценное То есть Если я буду Соблюдать правила игры Буду там Хорошо выглядеть Например У меня на тот момент Когда я переехала В Москву Там у меня была Квартира машины И оставила Все силиконовые импланты У меня был комплекс По поводу маленькой груди И мне казалось Что вот В совокупности Умение готовить Там я не знаю Обустраивать квартиру Вкладываться в общий быт Деньгами Возить мужа В путешествия Я выполняю Свою работу Хорошо Вот так у меня было И когда она Потом на Масленицу Приходила Уже беременная С своей подружкой Они смеялись Надо мной Что я сама Пеку блины Ну то есть Для меня она не была Он вас заставлял С ним общаться Зачем вы с ними Общались Если они такие же Я хотела Чтобы он общался С детьми Я была инициатором Того Чтобы он общался И с девочкой От гражданской жены И со старшими Детьми Я настаивала Чтобы он Поддерживал отношения И уделял им внимание Потому что я сама Говорю Выросла без отца Я знаю Как это больно Когда на тебя Не обращают внимания Я понимаю Если бы отец Там умер Или без вести пропавший А так Когда он Это очень плохо Сказывается на психике Я тогда уже Это понимала И мне казалось Что я смогу Всех сплотить У нас будет Большая дружная семья А мы будем жить Долго и счастливо И я всячески Инициировала Привозила детей Где-то общалась Если ему было Неинтересно Ну какие-то Вот такие функции На себя То есть это вот прям Роль спасателя Плюс я Обустраивала его Но налаживала отношения Со сводной сестрой Он ее винил в том Что она рано вышла замуж Родила у нее Муж никчемный Она у него просила денег Он у нее орал За то что она у него Клянчивает Сводная да Я помогала ей деньгами Оплачивала ей образование Чтобы она перестала ходить По железной дороге И стучать молотом Вот по этим поездам А хотя бы перебралась В бухгалтерию И мне казалось Что да У меня все получается У меня все по контролю Я со всем справлюсь А то что они Надо мной смеются Но меня это не касается Потому что я делала это Не для их одобрения А для маленькой девочки А вы помните Вот день Когда вы мужа убили Вот утро Проснулись Из чего состоял этот день Накануне Сыну поставили Ранний детский аутизм Мы были у врача Я готовила его к садику Сколько ему лет было? Три годика И пять месяцев Ему поставили Ранний детский аутизм Для меня Но это был стресс Честно хочу сказать А муж как отреагировал? А я не сказала сначала Мне так страшно было Я почитала в интернете Потом плакала И он когда увидел Меня плачущей Он говорит Ты совсем истеричка стала Типа я тебя даже не трогаю А ты плачешь Я ему тогда сказала Что вот У сына такой диагноз Он сказал Что это я виновата В том что вырастила Дауна Потому что вместо того Чтобы жить счастливой Семейной жизнью Я таскала ребенка По разным городам И у него вот такой диагноз Стал его хватать Он прочитал Что аутисты Не смотрят в глаза Стал его хватать Поворачивать голову Чтобы он посмотрел Мои в глаза И бегал с пистолетом Дрался около метро В один из вечеров Просто вот эти трое суток Они для меня За счет того Что я наверное Видимо не спала Они в какую-то Такую вообще кашу Для меня собрались А с кем он дрался С пистолетом А я не знаю Он на тот момент Вообще очень был Агрессивно настроен Ко всем Весь мир был против него И такое ощущение Как будто он искал Этих неприятностей То есть он с кем-то Там закусился Около метро Его Посадили В милицию На ночь задержали Забрали у него пистолет А накануне Он еще потерял кошелек И обвинил В краже таксиста Хорошо у таксиста Камера была В машине Пьяный все это время Да Таксист сказал Что он ничего не крал Выдвинул Встречное обвинение Не знаю По какой статье И получается То есть его выпустили Из милиции Тогда была милиция Его выпустили Из этого Ну как бы Изолятора Ну да Изолятора Временного содержания Он пришел домой Следом звонит Следователь По другому делу Спрашивает А он до этого звонил Я говорю Я не знаю где Ну то есть вообще Я понятия не имею Где он И плохо спала Потому что я боялась Что он ночью вернется Опять вот это Разь будет Вот это руками махать Он толкался Очень сильно Ну вот это вот Он когда пьяный Все это изо рта летит Он непонятно Что от него ждать Как бы И все это такое На нервах И позвонил следователь И говорит Если он вернется домой Сообщите мне Ну я как Примерно Позвонила Я говорю Вот он дома Мы приехали Его забрали Для дачи показаний По другому делу И он возвращается И начал Ты меня ментам сдала Чтобы со следователем Переспать Ты меня там Ну грубо говоря Придала Уже паранойя какая-то Да И напился И лег спать Это днем было Это в день Когда все произошло Накануне Да И вот он ночью просыпается Непонятно Ну когда он проснется Что делать Ну как бы Уже бежать Или может быть Как бы страна обойдет И вот он Просыпается Слово за слово Я ему объясняю Что Артему Ну как бы Не надо тревожить И вот это опять все Начинается с матери Которой пила Отца который бросил Жены которые плохие Которые изменяли Дети не общаются Ну то есть Вот это все Плюс я его Ментам сдала И вообще Пиши расписку В том Что я ему изменяла Я говорю Ну как бы О чем вообще Может эти речи И он меня заставил Написать расписку Он меня усадил За стол Он махал там Руками передо мной Я действительно Мне было очень страшно И я Надеялась Что если я напишу Расписку То Но вы ему изменяли Да нет конечно И думала Что если напишу Расписку Он Ну отстанет Что ли От меня Как-нибудь Укоманится А ему как будто Руки развязали Он кинул С меня душить Разбил головой Стену Ну там Картина висела Со стеклом На стене Постер такой Из Скоридо Из Испании Это все Стекло Улетело Он меня Повалил на пол Вот это все Разлетел Все эти Лотки с документами Подставки Для ручка Я побежала на кухню Вырвалась Но он был пьяный Как бы Я вырвалась И побежала на кухню За бейсбольной битой За перечницей На перечницей В виде бейсбольной битой На какого она разбила Вот такая большая Я так бежала за ней Да Из Германии В Германии покупала Я же хозяюшка Ну как бы Я всегда себе на кухню Что-нибудь там Для фандю покупала Да-да-да И я побежала за ней Надежда Что она длинная И я смогу его хотя бы Держать на расстоянии Чтобы он Ну и не душил меня Не движала Схватила эту доску Разделочную Икея Около хлебницы Она прям при входе И Ну как бы Вот в тот момент Я подумала Что раз она такая Толстая и тяжелая То я смогу Как бы Ей махать И буду В безопасности И следующее Следующее Что я помню Что доска развалилась От удара Ну наверное Там какая-то Я наверное Не один раз ударила Потому что Вот следующее Что я помню Вот это удивление От того Что у меня В двух руках Я не могу С точностью Это воспроизвести Вот это меня Больше всего Пугает Понимаете Если бы я сказала Ну то есть Если бы у меня Было такое Я вот сидела И потом встала На кухню Там пошла Взяла доску Разбила Доска разбилась Я такая О мало Пойду еще За чем-нибудь Схожу Но вот за счет того Что у меня Я не могу Это воспроизвести Полностью И вот это вот Сертая Из памяти Мне На первых порах Было очень страшно Я не понимала Где Вот эта черта За которую Когда я перехожу Я не могу Себя контролировать Потому что до этого Я была уверена Что я могу Себя контролировать То есть вот Меня бил муж Я там Делала какие-то Последовательности То есть он меня ударил Я села за руль Проехала там Сто километров Оплатила гостиницу Собрала То есть это должно быть Ну такое чувство Самоконтроля Развитое И я всегда была уверена Что я Владею собой И тут жизнь Мне показала Что я этого Не могу сделать Причем Я в таком состоянии была Что я мало того Что я разбила Эту доску Она развалилась На части Ну там понимаете В приговоре написано Что множественные удары Верхних конечностей Головы А потом Пять ударов Ножом То есть я видимо В таком Была состоянии Я даже не представляю Как я могла Допрыгать То есть Если это двухметровый человек Вы не помните Как вы за нож схватились Я помню Как я его мыла Вот эта пенка От фейри Вот эта водичка Теплая Губочка Я все аккуратненько Помыла Поставила Взяла ребенка Перенесла в дальнюю комнату Дала ему молоко Закрыла дверь Но чтобы на тот случай Если он проснется Дольше было идти От детской до дальней комнаты А его чтобы задобрить Я ему даже подушку С одеялкой бросила Ну типа Если он будет орать Я скажу Что я вот позаботилась О нем Вот такое вот было После того Как вы его ножом Сударили И вот такие какие-то Автоматические Помните Куда вы ножом Били Единственное Что из-за этого Осталось В чем я действительно Уверена Это удивление Что нож вошел Мягко Как масло Оно же большое было Я не могу сказать Изъяли все Я читала Дело Но там Стандартный такой набор Кухонных принадлежностей Которые вот Вставляются в форму Деревянные Где хлеб для ножа Где маленький Там для этого Большой наверное Что-то И они отмеряли Но я к сожалению Не смогла все до конца Прочитать Потому что Когда читаешь Вот это себе Оно такое не подходит Как будто это и не будет Вообще не подходит И оно такое все Получается Это все на кухне было Когда вы его ножом убили Нет Он Когда То есть Тело Находилось В кабинете То есть Мало того Я туда даже Вот Настолько я не была Видимо готова Или как-то плохо Контролировал Свои действия Я Ну как бы Я вот подходила К двери слушала Шуршит он там Потому что По идее Он должен был Пойти в туалет Потому что Накануне Много пил И вот это вот То есть Я подходила Слушала Шуршит Не шуршит Не шуршит Ну такого плана Нету звука Да Так вы его удалили Ножом Он ушел в кабинет что ли Не могу воспроизвести Ну то есть Оно такое Понимаете Вот такой Какой-то Сгусток Такой Который Как из-под ваты Вот это вот Все такое Оно Не очень приятное Вот это и неприятно Что ты не можешь вспомнить Что ты делал Потому что ты не понимаешь Я звонила юристу На фирму Чтобы он был со мной рядом Когда приедет полиция Он Просто Я была в таком замешательстве Я не понимала Что мне делать И в полицию вроде бы Как не позвонишь Потому что он дружил С этим отделом И ну как бы Такое оно было Я не испытывала к ним доверия Я бы вот так сказала И в то же время Даже когда Дима юрист приехал Он говорит А вы что такая белая Ольга Геннадьевна Говорит Умер что ли кто Шуткой Представляете А я ему говорю Хотите кофе Он выпил кофе Я такая говорю По-моему я убила мужа Он говорит А вы в полицию звонили Я говорю нет Он говорит Надо звонить Я пошла позвонила И все это такое было А муж пока лежит Там в кабинете Мертвый Но вы не заходили Не проверили Дышит он Не дышит Вы просто видите Что он не выходит И не выходит Ну оно такое То есть понимаете Для меня Вот это ощущение Подвешенного Состояния Когда нет точки В конце предложения Оно было для меня Видимо Более удобным Что ли На что я могла Вот это то же самое Как с домашним насилием Понимаете Вот оно Ты вот ждешь Когда оно прояснится Без твоего участия Когда ты Не предпринимаешь Каких-то попыток Когда ты все это Отпускаешь на авось Когда кто-то приедет Кто-то разрулит Кто-то за тебя Что-то сделает И вот эта позиция Она просто Ну как бы Она повторяется То есть Ты воспроизводишь Этот шаблон поведения Потому что на тот момент Ну конечно От меня От той Которая вышла Замуж И в ту В которой я превратился Два разных человека Было А приехала полиция Да Вместе с женщиной Со следователем Которым я накануне Там за год до этого Давала показания И она То есть у мужа Шли плохо очень дела На работе И он страховал имущество Потом видимо выносил Хотел получить страховку Для того чтобы получить страховку Нужно чтобы дело закрыло Это И видимо Это лишь мои догадки Ни на чем не основаны Но На тот момент Когда я первый раз Увидела следователя Она Говорила мне о том Что по страховке Это очень большая сумма Которая половина Должна принадлежать мне И знали ли я об этом А я ей объяснила Что у нас мужем Брачный договор И я Не интересуюсь его делами Я бы вот так сказала У нас на тот момент Были Ну мы очень сильно Отдалились друг от друга То есть От тех отношений Которые были в начале С стихами и завтраком То есть Оно осталось Четкое выполнение Каких-то внешних действий С моей стороны И полная эмоциональная Отстраненность То есть я Не вкладывался в него Но есть же такое Когда человек Человек просто слушает А когда он тебя Сопереживает Вот я уже Не сопереживала И когда появился сын Я от мужа Эмоционально Оторвалась То есть Я никогда не думала Что можно Любить кого-то Как ребенка И по большому счету Его измены И ненахождение Дома уже Меня не интересовали Приехал следователь Да Я дала показания Без адвоката Это очень большая ошибка Это вот Они приезжают Я так понимаю Эти люди Они же понимали Что до этого Что муж Ваш Его все на районе знали Да Он был очень конфликтный Соседи Ну как бы Вот они Приезжают По вашему Звонку Понимают Что этого человека Уже нет в живых Вы помните Их лица Они наверное В шоке были Сами от того Что случилось Я только следователи Помню И то лицо Стерлось Я помню Она была В рыжей шубе И они все Ходили в ботинках Вот это помню А кто открыл Дверь в кабинет Не я А вы видели Как открывали Я на кухне Была Нет Это было очень Это очень страшно На самом деле Убить очень страшно И если бы Ну как бы Само принятие Того что ты убийца Оно очень неприятное Оно ужасное просто А вы видели Мертвого мужа своего Нет То есть когда его Выносили Из квартиры Вы его не видели А меня уже не было Меня вывели Уже в наручниках Я вот тогда Ушла из дома И вернулся Через пять с лишним лет А куда Артем делся Он остался В квартире Вместе с моей сестрой Она приехала уже Тогда когда была полиция Я преследователю Оформила документ Что вот временным Опекуном будет Моя сестра Ей тогда было Двадцать лет Я рассказала Что какой шкафчик В детском саду Что на дверце Наклеена Сказала Что какой пин-код У меня на карте И ушла Да И все А до этого До того Как сестра Приехала Ну там Уже был Дима Я не выходила На кухню Просто Они там ходили Я с сыном сидела В детской Он смотрел Мультик А я держала На коленях И вас привезли В полицию На допрос Ну нет Я сначала ездила В пункт Где снимают Отпечатки Ну нет Побои Вот На шее Не было Отпечатков Я говорила Про голову Но Нет отпечатков Как бы Вся история Придуманная И Это умышленное Убийство На фоне Личной Неприязни Ну как бы Вот такое Потом уже Когда После осмотра Я приехала В полицию Ну в милицию Взялись Отпечатки Пальцев Приехал адвокат Женщина Которая Долго Работала Следователем И она Мне объяснила Что не надо Соглашаться Со всем Что говорит Следователь Что она Мне не друг И не надо Подписываться Под ее Формулировками Нужно бороться За каждое Слово И зачем Я так С собой Ну какие-то Такие вот Вещи Потом Меня увезли На ИВС А потом Я предстала В основном Суде Уже была мама Мама просила Выпустить Меня поцеловок Меня не отпустили И я уехала В СИЗО Вы помните Первый день В СИЗО В какой камере Вы находились В одна Там Нет Это такой Карантин Где ты находишься От того момента Как тебя выпустят В люди Но в камеру На 40 человек А у тебя Берут Анализы Ты проходишь Всех врачей И это такое Промежуточная зона Так скажем Я не раздевалась Я спала в своей одежде В дубленке В ботинках Я не могла просто Раздеться лично И открывать Очень сложно Адаптироваться Гигиеническим Возможностям Предоставленным Там К отшутствию Личного пространства И полного отсутствия Дверей Это было самое ужасное Наверное То есть Это на карантине Да на карантине А сколько у вас человек Там было Я не помню Оно было такое Оно очень Знаете Как из-за того Что Одно на другое Наклажилось И оно Все что я помню Это что не было Ребенка рядом И я уходила Все время с подушкой А в какой момент Вы уже более осознанно Начали понимать Что произошло Где вы находитесь Сказать что Какими-то вот Скачками Вот в этот В понедельник Я помню Во вторник утром Я проснулся И ок Типа вот я здесь Ну Не было такого Оно все равно Ты адаптируешься Незаметно Наверное Для себя И сказать что Мне просто казалось Что я там временно Вот я так бы сказала То есть до того момента Пока мне не вынесли Приговор Я думала Я думала Что я там временно И я мало Обращала Внимания То есть Меня поддерживала Сестра И вот эти Какие-то Бытовые трудности Мимо меня Проскочили Плюс Я практиковала Йогу И это давало Мне возможность Как-то Ментально Сохранять Я ходила В спортзал Ну какие-то Такие вещи То есть По саморегулированию И я долго жила Вот в состоянии Такой надежды Мне просто Хотелось побыстрее Домой выйти Я была уверена Что я вернусь домой И мне хотелось Побыстрее просто Вернуться домой Потому что Столько всего пропускаю У меня там ребенок И как бы Вот я ему нужна Вот Я как-то В таком вот Жила Состоянии А как Как долго Длились вообще Следственные мероприятия Все до момента Вынесения приговора Окончательного Ну получается Меня Задержали В ноябре А приговор Мне вынесли В сентябре Следующего года Двенадцатого Там Так странно Получилось Сначала Про эту расписку Все интересовались В каком я состоянии Ее писала Я там Шесть часов Писала Сидя Лежа Стоя Левой рукой А потом Про эту расписку Все дружно забыли Она вообще пропала Как бы И я находилась В Кащенко На обследовании Это психиатрическая больница Суженое эмоциональное сознание Ну какие-то такие формулировки Которые позволили бы Судья Это Квалифицировать Как состояние аффекта И я была уверена Что меня отпустят домой Ну потому что Я просила Ну как бы Ну мне казалось Это очевидным Вот я бы так сказала И когда мне Вынесли Шесть лет Приговора Я просила Потом отсрочить Хотя бы До четырнадцатилетия Ребенка Мне в этом Отказали И вот Тогда У меня У меня и до этого Был псориаз То есть На фоне Вот этого Открылся Я расчесывала Ну как бы Оно такое даже Я помню Перчатки одевала На ночь У меня прекратилась Менструация полностью На фоне Вот этого Эмоционального потрясения Я резко набрала вес И все это такое Как бы И После приговора Ну как бы Я все равно Даже надеялась Что вот я напишу Например Крестационную жалобу Потом В следующий суд Обращусь И там они Более пристально Рассмотрят Мое дело Потому что Мне казалось Оно очевидным Но Это не случилось И я уехала В кое-как Опять В вышний волочок Это там Тюрьма находится Да А вы первый день Помните пребывание Уже в тюрьме Самой Это зона Да Общего режима А вообще Вас туда на чем привезли Это было такое Топирование Сначала на Столыпинском Вагоне Потом через Тверской Централ Потом оттуда На машине Вышний волочок Потом там тоже Карантин И вы знаете Так как я о тюрьме Ничего не знала Вот этот Мир Который я себе Придумывала Так скажем То что я себе Придумывала Было намного Ужаснее Того с чем Я столкнулась В реальности Вот это неведение Плюс Расстроенная Психика Когда ты Привыкла что-ли К плохому Я не знаю Как правильно сказать Мне кошмары Снились И до сих пор Снятся И как бы Ты себе Напридумываешь Что И плюс Ты думаешь Что тебя там Все будут бить Что это Ну как бы Все такое ужасное Тебя обязательно Изнасилуют Ну какие-то такие вещи Ну Не так плохо Как я себя придумала Мои Домыслы Были страшнее Реальности Ну вы помните Вы зашли в эту В барак Я зашла в барак И очень удивилась Я ну прям Сколько там человек Был Плюс Минус Ну это Трехэтажное здание На первом этаже Находится Столовая Общая На втором этаже Находится Отряд улучшенного Содержания Там нет Двухэтажных Кроватей У них есть Микроволновка Душевая кабина И стиральная машинка Они могут звонить По телефону Там не раз в неделю А я жила Меня распределили В шестой отряд И это была секция Вот так Четвертый отряд Там на сто человек И шестой отряд На сто человек И Такое прямоугольное Помещение С двух сторон кровати Двухэтажные Коробочку мне выдали Почтовую Такую большую И я как чебурашка жила Вот в одной коробочке Туда помещались Все мои вещи Я была в шоке Вот я бы так сказала Как вам определили место Где вы будете спать Вы заходите Там какое-то движение Жизнь Нет Когда я пришла Они были на работе Никого не было Нет Никого не было Была старшина Которая забрала меня Вот с этого Карантинного Одноэтажного домика Привела В самый дальний Кровай Сектор Так скажем Там было Второе пустое место Вакантное И меня туда Поселили Оказалось Что я сплю Над бригадиром Шейной И Я боялась Пошевелиться Потому что Эти пружины Скрипели И я старалась Облокотиться На раму Потому что Я очень долго Но ночами Например Там Медитировала Писала Сестре письма Это была Такая возможность Скрыться Так скажем От реальности Вот в этом А потом Ну Сдалась И стала Работать Безмену А когда Вы там Разместились Они вернулись С работы Эти девушки Женщины А вы там В бараке Ну я Сижу на стульчике Да Они заходят Увидели вас А вы Вы же придумали Себе историю Что там ужас Будет Как они Отреагировали На вас Вообще Кто-то подошел Начал Разговаривать Вообще Вот Как бы Мое Мой наверное Внешний вид Плюс Вот это Какой-то Невыветриваемый Оптимизм Он Они думали Что я немного Не в себе И вообще Думали Что я Присела За наркотики Потому что Я Ну я Заставляла Себя улыбаться Я не знаю Как там С стороны Смотрелась Но вообще Улыбка В тех местах Она вызывает Подозрения Ну к вам Кто первый Подошел Заговорить Не было Не было Когда вас Увидели Там ой-ой-ой Кто это Смотрите Подошли Пальчиком Потыкали Да нет Все Никому Не было Делали Таких Как я Ну их Много Я знаю Что Ну как бы Потом мне Рассказывали Что Обсуждали Какая Статья Сидел ли Со мной Кто-то На централе Или на Карантине Что они Могут Обо мне Рассказать Такие Были Вещи Но сказать Что Вот как В следственном Изоляторе Ко мне Ночью Подходили Когда думали Что я сплю И заглядывали Там рядом Со мной Стояли Рассматривали Меня Нет Такого Не было А в изоляторе Такое было В изоляторе Да В следственном Изоляторе Такое было А кто подходил Рассматривал Ну девочки Ну Им действительно Было Наверное Непросто Потому что Я занималась Йогой Вставала Там В 6 утра На кухне Сидела Одна Когда До общего Подъема И Мое поведение Было Странным Наверное Называющим Подозрением А конфликтов У вас Никаких Не было Были На фоне Чего На фоне Очередности Кто будет Мыться Дело в том Что Система Наказания Предусматривает Невыносимые Условия Дабы Второй раз Туда не Возвращаться И по нормам Разрешено Купаться Раз в неделю В бане Но так как Ты задействована На швейном Производстве И температура Там нет Кондиционеров Вытяжки И когда Ты работаешь С дешевой Тканью Или синтепоном То у тебя Ты вся Покрываешься Вот Этой Пылью Которая В воздухе Находится И естественно Ей хочется Смыть И Тот Кто первый Моется В повещении Где находится Там 20 раковин Предположим У них Ниже Вероятность Того Что на них Напишут Рапорт Который Снижает Вероятность Того Что ты можешь Войти По УДО И естественно За очередь Мыться первому Там Конкурирует Я Из швейного Производства Смогла Выбраться Так скажем В резаки Была такая ситуация К нам Пришла старшая Это Вольный Человек Который Носит Погоны И она Заведует Швейным Производством И она Пришла За другой Девочкой Чтобы ее Попробовать На роль Резака Я вызвалась Сказала Что попробуйте Меня Но если Не получится Я как бы Вернусь На швейку У меня Получилось Я работала Резаком Это На все Швейное Производство Таких Шесть Человек Только Они снимают Маймоном Такие Огромные Пласты Ткани И потом Их На оборудование Которое Старше меня По возрасту Режут На мелкие части Которые Отдаются Бригаду Из которых Шьют Карманы Предположим И мне Вместе С этой Должностью С резаком Перешли Перешла Очередность Купаться То есть Это так Как это Маленькая Бригада А ее Быстрее Досматривает Ты быстро Сбегаешь Туда И у тебя Есть шанс Искупаться До того Как придется Швейка А эта девочка Она была Цыганкой И сидела Там очень Долго И ей По старшинству Так как Она всегда Была В первых Рядах Кто выходит С фабрики Но у нас Там была Разница Там зазор Какой-то В 3-4 минуты И это Поставилось Под сомнение Мы с ней дрались Ночью Колые Дрались Да Прямо там Где моются Прямо там Стоки волосы Вода Где она Уже по щиколотку Где выключен Свет Чтобы Там же нет Занавесок Или жалюзи На этой комнате Чтобы с улицы Тебя сотрудник Не увидел Ты вот Как бы Да Вот там Мне все лицо Было Расцарапано Кто победил Кто кого побил То Возможность Договариваться Ну Просто Дело в том Что Это не первая Так скажем Была драка Как выяснилось Я вообще Драться Не умею То есть У меня Вот Прокусанный Палец В СИЗО Я одну девочку Защищала От другой И пока Она мне Царапала Лицо И У меня Была возможность Наступить Каблуком На ногу Я этим Не воспользовалась Я ее Прижала К себе Вот так Пережала Ей руки Чтобы она Перестала Мне царапать Лицо Она мне Прокусила Палец У меня Перекушено Сухожилие Я В обычном Состоянии И оказывается Не умею Драться Вот так Я хочу сказать Но я умею Договариваться Но вы договорились В конечном итоге Да Потом нормально Общались Вы знаете Там так же Как и на воле Ценится Характер Характер Возможность Уступать Искать Какие-то Точки Которые Были бы Выгодны Обеим сторонам А не только Продавливать Свою позицию И да Ты учишься Но в первую очередь Ты учишься Отстраивать Личные границы Потому что У меня было такое Когда мне Сестра привезла Камамбер Уже В колонию На зону И я не угостила Цыганку Мы с ней Ну то есть Мне сначала Пыталась объяснить Что я не буду Этого делать Потому что Это мое В единственном Экземпляре И у нее Всегда будет Возможность Попробовать Это в других Обстоятельствах И когда Она стала говорить Что уже воняет Как бы грязными носками И поднимать Против меня С оставшихся Двадцать человек Но я поняла Что я не могу Быть хорошей Но как бы Тут приходится Выбирать Я не смогу Всем угодить Я не смогу Всех спасти Как выяснилось Я не смогу Там как-то Исправить этот мир До тех пор Пока не смогу Себя поставить В углово угла У вас там Друзья появились Ну подруги С кем вы Сблизились И общались Хорошо Я сейчас Общаюсь С девочкой С Леной Она из Архангельска Мы с ней Познакомились Когда меня Уже опустили На нижнее спальное место Я перешла В другой отряд И мы с ней Вместе болели У нас была Температура Под сорок Мы с ней Валялись Она Подала мне Стакан воды А я помогала Я думаю Мы с ней Сблизились Потому что Она умела Смеяться То есть Вот такой Пессимистический Взгляд На жизнь Когда ты Требуешь От своего Близкого Который Так к тебе Приехал И ты Например Недоволен Количеством Писем Или Качеством Переданных Конфет Но это Как бы Это не моя История Так скажем Мы с ней Сошлись Характером И переписываемся А она За что сидела За наркотики Да Вы освободились Она еще сидела Я так понимаю Или Просто вот этот момент Когда я освободилась И когда у меня Появилась Социальная сеть Прошло достаточно Много времени Потому что Я Я все свои силы И время Тратила на то Чтобы восстановить Эмоциональную связь С сыном То есть Мне понадобилось Там почти Четыре года Даже больше Чтобы у него Стала одна мама А не мама Оля И мама Юля То есть Это было Для меня Интереснее Чем Чем Социализация Так скажем Вообще В принципе А вы помните Когда вы освободились? Да Это было 26 декабря 2016 года Это была Вторая Вторая возможность Уйти по условно Досрочному 16 декабря Состоялся суд И Меня отпустили А кто вам сообщил О том Что вас отпускают А это Было решение Суда Это была Онлайн Такая конференция То есть Не выездной суд А непосредственно Из колонии И После перерыва Судья принял решение А там Колония Из меня Уже Ходотай стала Приняли решение Что они Выпускают меня Второму Второму Словно Досрочному И я 10 дней Находилась В подвешенном Состоянии Это было Очень сложно Я боялась Что возможно Кто-то из Потерпевших Ну вот там Сестра Например Сводная Или бывшая Гражданская жена Что они будут Против Или там Вдруг я нарушу Какой-то порядок Или уберу руки В карманы Или у меня Будет не так Заправлена кровать У меня была Повышенная тревожность Но они не были Против Или они не знали Об этом Не знаю Но их уведомляли По почте Это обязательная Процедура И Я не общалась Я виделась Со сводной сестрой В том году Там была Двухкомнатная Квартира И ее По реновации Ну как бы Дают По взаимозачету Другую Жилплощадь И ей Этой девочке Насте Принадлежала Одна четвертая А остальные Три четвертые Распределялись Между Четырьмя Детьми Наследниками И я представляла Интересы сына В суде И она В суде Тогда говорила Что она не может Переехать В эту новую квартиру По реновации Потому что У меня с ней Плохие отношения Потому что Я убила Ее брата Но судья Я объяснила Что это не юрисдикция На данный момент Не это обсуждается Вот такое было А так нет И вот я Эти 10 дней Ходила На цыпочках И у меня Был момент Когда дежурила Начальник Оперчасти Наверное Да И именно Она мне Тогда написала Первый рапорт То есть я смогла На следственном изоляторе В Тверском централе Пройти Вот это вот Все без единого рапорта Потому что я надеялась Уйти по первому моду И я не садилась На кровать Это было запрещено На Тверском централе Читала вот Историю Европы Там С 6 утра Там до 9 вечера Отбой И я смогла Ну как бы Вот так вот Я по струночке Протиснула И она мне За один уголок Непришитого знака Он там был На булавочке У меня пристегнут За нарушение Написала рапорт И вот В последний день Она дежурила Я ее так боялась Мне казалось Что она Просто до меня докопается И я даже спряталась От нее под кроватью Она меня там нашла И я помню Я перед вечерней проверкой Мила Плат Собирала все эти окурки Чтобы она Не написала На меня рапорт И мне тогда было Очень страшно Я боялась Что меня не отпустят домой И вот вас выпускают 26 декабря Да Меня выпустили Мне страшно Я перед новым годом Да И вот знаете Я Я верю в Бога Но не Ну как сказать Без атрибутов Вот так бы я сказала И на тот момент Я первую УДО не прошла Потому что я была в ШИЗО Меня за отказ от работы Наказали Десятью сутками Штрафного изолятора И я вот Ну то есть я съездила С КВНом Там на мужскую зону Строгого режима То есть я вот Все-все делала То есть чтобы перекрыть Этот рапорт Я хорошо себя вела Я выполняла Там больше чем на 100% Я работала там С 6 утра До 11 вечера Ну как бы вот такие И у меня была цель Прям выйти И когда вот это все сбылось Мне вот сестра Привезла джинсы Я одела шубку Туфли Вот эти ботиночки На каблуках Пошла Забрала свой паспорт Из бухгалтерии Мне выдали деньги За проезд Меня встретила с сестра С мужем А много вам денег выдали? Я не помню Не помню? Вы заработали там? Ну, сейчас стоимость билета Это Или эти деньги Не выплачивали вам За то, что вы работаете? Нет, выплачивали Но я Все, что у меня было Я потратила в магазине И помогла Ну, как бы Кому считала нужным Вот так У меня там Ну, вы мне выдали деньги На билет Железнодорожный До Москвы До места регистрации Но я не помню его стоимость Но я помню, что у меня была денежка Она еще так пахла И скрипела Новенькие были прям И вот меня сестра встретила На машине Мне подарили цветы Я поехала домой Я слышала музыку Мы заехали в Макдональдс Я съела картошечку По-деревенски А на заправке Я купила Единорожку С разноцветным таким хвостом И думала, что я Это покупаю сыну игрушку На самом деле Покупала себе, наверное И вот я пришла домой И говорю Сыну, привет Я твоя мама И он развернулся Пошел в детскую Не узнал вас? Но мама рассказывала Что он Про лист В моей фотографии Не смотрел их Я пошла И мама и сестры Еще спорили Что я буду сначала делать Купаться Или есть Я пошла и скупалась А потом пошла К сыну в детскую Так начался путь Ну у нас очень классные Сейчас отношения Просто Вы знаете Ну как бы Это ужасно Быть убийцей Я не спорю Ну как бы Это такое прям Нагрузка Я бы так сказала Но Вот в этой ситуации То есть Когда ты принимаешь Неверное решение Терпеть Ты же лишаешься Вот этого времени Которое не вернуть Никогда То есть Это Разбитые коленки Это Выпавшие зубы И Не знаю Ужасно А сколько времени Прошло Прежде чем Вы опять Сблизились Как мама и сын Не знаю Я с ним Не расставалась Просто Если сказать Что есть Какие-то Внешние факторы По которым Можно Вот Отмерить Или метрики Где он Мне доверяет А где нет Ну это Как бы Не знаю Мне кажется Дети знают Что их любят То есть Ты как бы Можешь Плясать Вокруг него С бубном Но если ты Эмоционально Ничего не испытываешь Все равно же Ребенок заметит А так Ну Вы знаете Это Очень сложно было Вот вроде бы Ты как выходишь Из тюрьмы И ты думаешь Что ты автоматом Счастливая Что у тебя Все хорошо У тебя вот Свобода выбора Тебе не надо Ходить в эту Ужасную одежду Жить по этим правилам На самом деле Это Очень сложная Социальная адаптация К тому что Не дергаться От спецсигнала Например Там не бояться Полицейских Да Дверять людям Не повторять Какие-то Мысленные Вот эти паттерны Где ты не имеешь Права выбора Это очень сложная Большая такая работа И Чтобы вообще В принципе Прийти к пониманию Что у меня сейчас Есть выбор И я в ответе За свои решения Это очень сложный Это очень сложный Даже не знаю Эмоциональный Или умственный Труд То есть ты Из такого Из подавленного Состояния Должна превратиться В личность Которая несет Ответственность за себя За своего ребенка За свой выбор За свои действия Это еще Больший Ну Путь Или труд Который человек Преодолевает То есть ты Вместо того Чтобы Ну грубо говоря Вот ты Была сломлена Кто-то Ставляет Под сомнение Твою волю Свободу выбора И лучше На начальном этапе Когда это не ушло Так далеко Вот как у меня То есть я Помимо того Что была В таком прислуживающем Обслуживающем состоянии Очень долго У мужа Вот эта вот История Вся с тюрьмой И адаптация После тюрьмы Когда ты Когда ты чувствуешь Себя человеком Второго сорта Это очень сложная Эмоциональная работа То есть Это тренинг С стоимостью Ну сколько Десять лет твоей жизни Это очень дорого А вы когда-нибудь Были на могиле Уже бывшего Да Я с мамой ездила Но не по своей инициативе Сейчас хочу сказать Мама сказала Что так надо А когда вы туда приехали Что почувствовали Да зла я на него Если честно Говорила Что надо расстаться Ну и как бы Вот это вот Я не перекладываю На него вину Честно У меня нет такого Что я вот Бедный и несчастный Вот там Ну как бы Пожалейте меня Я Я себя не смогла Проконтролировать Я бы вот так сказала Я чувствую за это вину Я чувствую за это вину Но Ну и вот эти вот Последние дни Это было очень жестоко С его стороны И несправедливо По отношению Ко мне Так себя вести Я этого не заслужила Ну и когда Вы когда к могиле Подошли Что почувствовали Ну на тот момент Ничего уже не почувствовала Я очень долго шла От состояния Когда я его ненавидела До состояния Когда Когда благодарна ему Наверное За тот опыт Который он Я ему благодарна За сына Вот честно хочу сказать Это У нас были У нас было Замечательное время Месть Мне есть что вспомнить Не только плохое И у меня Я приобрела Определенный опыт Я стала сильнее Я за это ему Благодарна Злости Я тоже не чувствую А в сыне Есть что-то похожее Ой да Он копия его Копия Да Он меня таскает Изра Он такой Как бы он Я очень люблю спорты И считаю Что как бы Спорт помогает Если ты не можешь Эмоционально вытащить себя Из какого-то Такого состояния То физически Это можно сделать Через тело И я сама Хожу Как бы вот Занимаюсь Смешанными единоборствами У сына есть тренер Он боксом занимался И он физически Очень развит То есть он Уже выше меня Уже больше меня И у него Хватает физически Он меня может поднять И как Перетащить Как неандерталец Свою пещеру Завалить на кровать Принудительно Меня обнимать И как бы Ну я У него есть Такие вот Повадки Когда он прав Всегда Когда я Прям вот Сейчас должна Его послушать Потому что Он придумал Какую-то новую игру Или когда я Прям сейчас Должна ответить На его телефон Но я не провожу Параллели между Сыном и мужем У меня нет Я тоже боялась Что у меня будет Такая реакция На ребенка Но этого не случилось Мне кажется Я очень много Говорю Это Вообще Потрясающая Встреча у нас Сегодня Спасибо Кстати Что пригласили Меня И выслушали Мне это очень важно Я знаю Что у вас есть Курсы о том Что удобное И Ну как бы Я Я очень много Что пропустила Я не в тренде Явно Происходящего Но Из того Что я вижу На рынке Это конечно Очень важно Говорить о том Что К чему Такое удобство Может привести И вот это Вот Оно Как будто Закодировано Это как будто Такой Славянский Типаж Когда у тебя Губы Волосы Ресницы Ты умеешь Там Закатывать помидоры Вязать носки А еще ты Очень удобная То есть Это такое Поощряется Оно Культивируется И Привозносится Я бы так сказала Как одна из Образителей И то что Вот вы Говорите И сколько Примеров Вот вы Приводите И что есть Ну как бы Это прям Мне бы это В десятом году Явно бы Понадобилось Нет Я конечно Искренне Верю В то что Все что Здесь сегодня Произошло Повлияет На тех Женщин Которые Сейчас В вашей Ситуации Находят Я просто Был такой Случай Очень трагический Когда Одна Девушка Пришла Проходить Программу Мою И Притащила С собой Подругу А подруга В тот Период Уже Как Около Шести Месяцев Не жила Со своим Мужем Она забрала Двух детей Два мальчика И уехала К родителям Жить А уехала Как раз Из-за того Что он Постоянно Ее бил Напивался И бил Подруга Решила Пройти Программу И сделать Ей подарок И заплатила За нее Деньги И они Вроде бы Вместе Начали Ее проходить А все Это время Муж ее Окучивал Пытаясь Вернуть Обратно Он там Стоял На коленях Перед Родителями Он Общался Все эти Полгода С детьми И С этими Мальчишками Посещал Различные Секции Спортивные За ней Ухаживал Приглашал И в ресторан И был Очень Допустим Даже Вы когда Рассказывали Вы вернулись Обратно И он Буквально Через два Дня Вас Опять Побил А этот Прям Затаился И Они пошли В ресторан Он Абсолютно Спокойно Ее Домой Перевезет Он За все Эти Полгода Даже Не пытался Вступить С ней В сексуальную Близость Он Ей говорил Когда Ты посчитаешь Что мы Можем С тобой Быть Близки Как Мужчина И Женщина Так И Будет Представляете Он Полгода Ее Окучивал И Она Даже Не начала Проходить Программу Ей Подарили Ее И Он Ее Уговорил Вернуться Ее Домой К нему Привез Папа То есть Они Собрались Все Они Приехали Домой И Он В этот же Вечер Ее Убил Зарезало Прямо На глазах У этих Пацанов И Мне Когда Эта Женщина Написала Я Был В таком Шоке На самом Деле Для Меня Это Просто Была Какая Катастрофа И У отца Начались Проблемы Серьезные То есть Он Начал Себя Обвинять В том Что Он Привез На Заклание Свою Дочь И Он Мне После Этого Писал Вот Потом Начал Работать С Я Просто Часто Женщинам Говорю Если Один Раз Тебя Стукнули В принципе Для Того Кто Стукнул Вернее Для Тебя Открылись Для Того Кто Стукнул Открылись Ворота В тюрьму Или Наоборот Ты Не знаешь Чем Это Закончится В Какой Момент Ты Из Позиции Жертвы Превратишься В Агрессора В Состоянии Аффекта Как В Вашем Случа Это Психика Просто Вычеркнула Эти Пункты Вот Какие-то Части Воспоминаний Ваших Для Того Чтобы Минимизировать Последствия Для Вашей Психики Ну В любом Случа Вы знаете Я бы Не хотел Заканчивать Наш Выпуск На Такой Ноте Я Вот Думал Сидел С какой Стороны Подойти К этой Ситуации Возможно Душа Вашего Мужа Так Выбрала Такой Путь Пройти Возможно Вы Спасли Еще Не одного Человека От своего Мужа От его Агрессии Потому Что Если Доходило До того Что Он Бегал По улице С пистолетом Где Гарантия Того Что Он Не Убил Кого А Где Гарантия Того Что Сейчас Вы Лежали В могиле А Вашего Сына Воспитывала Например Ваша Сестра Мы Вообще Не Понимаем Почему Так Произошло Осуждать Ни Вас Ни Мужа Вообще Не Хочется Высказывать Своего Мнения Своей Точке Зрения Вот Хочется Лишь Пожелать Вам Чтобы Все Хорошо Было Спасибо Вот Чтобы Это было Прошлым И Вы Никогда Не Вернулись В него Только В воспоминаниях Да А вот Фактически Здесь И Сейчас Это Очень Я Я Слушал Все Что Вы Говорите Мне Ощущение Было Что Я На машине Времени Вернулся В это Прошлое Ваше Где-то Рядом Находился Даже Как будто И возле Кабинета Стоял Где Ваш Муж Там Лежал Мертвый Возможно Вопрос Будет Странным А как Во время Стендапа Вы говорите Вы можете Хотя бы Кусочек Какой-то Текста Как это Вообще Происходит С чего Начинается Выступление Привет Меня зовут Оля Семенова Мне 40 лет И танцы С них Я Николай Ну В тюрьме Вообще Много Че Запрещает Так Вышло Что Я Провела Пять Лет В тюрьме За убийством Мужа Своего Своего Я То Смотрю Как Все Напрягаются Но Не Я Понимаю Есть Ощущение Что Вы Смотрели Домашний И Резко На НТВ Пин Ключ Да Сначала Что-то Пробыть Семью И Отношения И сразу Херак След Себелис Каневским Я Все Понимаю Многих Сейчас Удивление Особенно Организатор Мероприятия Они Меня Спросили Что Будешь Рассказывать А я Такая Про Мужа А они Беги Ну Давай Давай Удиви Ну Че Удивили Я Понимаю Ну Как бы Тема Непросто И Полагаю Расставить Сразу Точки Нады У меня Были Сложные Отношения С мужем Сначала Он Много Раз Меня Бил А потом Я Его Разочек И Выяснила Что у меня Лучше Получается Но 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 Честно Я Написала Не Я Я Не Могу На Свой Опыт Посмотреть Вот С Такого Ракурса Я Очень Долго Занималась С Преподавателем То есть Я Ездила Проверять Материал Даже До Перми На Машине Этим Летом В разных Кородах Хотела Понять Просто Если В Москве Смеются Актуально Лето Для Других Регионов И Вот Я Переделала Так Чтобы Перенос Был Не на Меня Это Сложное Об этом Слушать А Обсуждать Реакцию Непосредственно Проговаривать То Что Думают Зрители Так Я Делала Я Понимаю Что Многие Сейчас Шоки Ну Как И зал Делится На тех Кто Слегка Удивлен А Другие Ждут Подробностей А Подробностей Не Будет Было Стояние Аффекта Девочки Когда на Валберес Нашла Дальше Все Как В тумане А я Еще На 5 Лет Сем Они Расслабляются Смеются Это Особенность Психики Выходить Из напряженных Стояния Через смех Я Этим пользуюсь Вот Завтра Поеду В Новопеределкино Там буду Выступать В субботу Выступаю На Покровке В воскресенье Выступала На Петровке 21 В стендапе Ну Как бы Главное На Петровке 30 лет Не выступайте Никогда Я вам Никому не пожелаю На Петровке 22 Можно На 38 Не надо Вот так А вот Там в тюрьме Когда вы были Были какие-то поводы Порадоваться Может какие-то праздники Вы там устраивали А вы там не выступали Кстати Да Выступала Но это же Один из способов Перекрыть Штраф За Вот Взыскание За штраф Выступали перед Заключенными Или перед Администрацией И так И так Выступала И на гастроли Ездила По-разному Было У меня ощущение Даже Пуанты Туда себе Заказывала Если честно Пуанты Заказывала Я в свое время Занималась Хореографией И я хотела Станцевать На пуантах У меня был номер У меня пачка была Пуанты были Но за счет того Что я набрала вес Я не смогла Просто повторить Это Нет Можно было повторить Но я порисковала Учитывая Что там нет Врача А только Фельдшер Это Слишком Высокий Риск Был для меня Мне кажется Выпуск Вообще У нас Получился Просто Спасибо еще раз Я хотела Поблагодарить Потому что Ну как бы Исходя Исходя из того Что я поняла Я обязана была Прийти к вам В гости И обязана была Об этом сказать Потому что Ощущение того Что это Разрулится Как-то Само собой Или я А ты терплю Не 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 Терпишь Есть Вот я Говорю Что из домашнего насилия Есть три выхода Ты уйдешь Тебя убьют Люба убьешь ты Помните Мы вначале Когда начали общаться Сказал Что Пока мы поговорим С вами 50 человек Умрет Женщина Вот Они уже умерли Представляете 50 человек У кого-то дети остались У кого-то родители Никто даже знать не знал Что сегодня это произойдет Придет этот придурок домой Муж там Либо сожитель Не важно Толкнет Ударит Ножом стукнет Мне было По-моему лет 12 Или 11 Ну в общем Я был еще очень такой маленький Я помню Когда я был В гостях У своих Родственников И У соседей Проводили Следственный эксперимент И женщина Показывала Где она Закопала Своего бывшего мужа В огороде А мы же Нам же интересно Всем И вот она Стоит Там Это еще такие Видеокамеры Такие большие Были И микрофон С этим проводом Там прям Снимали на телевидении Может быть Следственный эксперимент Местная Там у них Какая-то служба И начали Раскапывать В общем Она его Зарубила Топором Разрубила Его на кусочки И по кусочкам Его Закопала Под Фруктовыми деревьями Под предлогом Что Ну как бы Там же Окапывают деревья Да я знаю Вот И она Под фруктовыми деревьями Получается Вот все эти куски Которые Разрубила Закопала Эти деревья Окопала Вокруг Красиво Покрасила стволы Вот И По-моему Вот известью Что-то там Залила Еще Разложился Кто-то Я помню Что Кто-то Случай Топор Которым Она его Разрубила Она его Видимо Не помыла Сразу И кто-то Из соседей К ней Зашел Как в селе Там бывает Ходят Туда-сюда Друг Лопату Взять Где не было Дома Кто-то Зашел Из соседей Взять топор И взял Этот топор Он весь в крови Позвонили Милиция Позвонили В милицию У соседки Весь топор В крови Приезжайте Я смотрела Сериал Почему Женщину Убивают И думала Что Оказывается Она такой В жизни Что Под кустом Я с криминалистом Общался Он говорит Что Убийств В состоянии Аффекта У женщин Не так много Как у мужчин И что Есть женщины Которые действительно Убивая Своего мужа Допустим Если мужчина Убил жену Он там руки-ноги Отрубит И сбросит в речку Как в Питере Был Случай с этим Профессором А женщина Способна Чуть ли не Законсервировать Отдельно По кусочкам Все порежет В пакетике Завернет Все так Педантично Аккурат Пол сумки Отвезет На один Край города Еще какую-то Сумку В другой район Ужасно Конечно Я вот Прямо Очень надеюсь Что этот выпуск Спасет Очень многих Женщин Мне Хочется Чтобы наши Телезрители Телезрители Ну пусть даже Мы назовем их Телезрителями Зрителям Канала Они Вот прям Репосты Делали Пересылали Это видео Своим подругам Которые Находятся Рядом С насильниками Чтобы Возможно Они Увидев Все это Услышав Как-то Придут В себя Мне кажется Женщине Ну Вот это Вот это Предостережение Что она сама Может убить Для нее Оно Является Мне кажется Более весомым Я просто по себе Видимо Сушу Более весомым Аргументом Для того Чтобы действовать И выйти из этой Ситуации Потому что Ну если тебя там Убьют Или покалечат Ну меня пожалеет Ну как бы Такого плана Понимаете А вот Если ты Сама Представляешь Опасность Это для женщин Нужен аргумент Потому что Ну Никто В здравом уме Я думаю Не захочет Брать на себя Такую ответственность Ты не воспринимаешься Социумно Тебя Но Ты вообще Не встай Грубо говоря Тебя могут Выкинуть Это же Такие Ну очень Древние инстинкты И они В принципе Их не стоит Даже объяснить Знаете Вот я Вот даже Вот это видео Это как Хоть бери Как наглядное Пособие Методологическое Просто Методологию Включай Я показываю Было так Потом вот так Потом вот так А Финал Вот такой Трагичный Получился Надеюсь Будет Получительная история Спасибо И вам Все хорошо Спасибо Все Спасибо Субтитры подогнал «Симон»!